здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня ролик будет по вопрос ответом на вопросы но перед тем как начать их хочу показать вам вот такой вот интересный комментарий под одним из моих роликов вот товарищ по имени фамилии денис рыбальченко с утра вот такой вот подарочек виде комментария и начинается феликс ищет лохов и вот такая вот простыня смотрите это ж надо человек старался с утра пораньше не знаю правда вроде он на кипре живет и погнал 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 и в конце вот где настоящий бизнес и все такое и давайте на эту ссылку кликнем и мы попадем в горячие объятия деятеля по имени джозеф кэш узнать больше подать заявку стоимость кейса 10 тысяч баксов так вот уважаемый рыбальченко кто ищет лохов я я за свое то что знаю то что делаю не беру ни копейки а ты там предлагаешь все это за 10000 все закрываю я этот комментарий оставил кому интересно зайдите почитайте а так его в корзину один клик мышки и так вопросы в основном касались кабинета амазона что где и как тут делать да кстати специально тут написал ребята и девчата я под этим роликом скину свой skype и не знаю ссылку на группу и на чат точнее я в этом деле не мастер лохов собирать как выразился этот товарищ я даже не знаю как этот чат нормально вести и все такое и однажды сам себя удалил из него в общем добавляйтесь туда и вопросы чтобы они были как сказать в куче а то мне приходится по комментариям по всяким этим соц сетям стараться ответить на максимально большее количество вопросов и так пойдем по порядку это копии скопировал не могу найти как указать страны в которой не отправляем товар и бесплатную доставку то есть по шиппингу вопрос все настройки корректируются вот с этой вот правой верхней вкладке из выпадающего меню здесь основное вот аккаунт info остальное у кого на индивидуале тут поменьше этих тут gift option и все такое следующее shipping setting вот кнопочка и вот это нижняя с аккаунт info вот с этой кнопки попадаем вот на такую страницу где можно регулировать и настраивать все что угодно все что связано с вашим аккаунтом начиная с депозит метод то есть метода пополнения с метода вывода денег все эти кнопки не бойтесь можете пощелкать и посмотрите посмотрите стрелочкой обратно поизучайте ничего страшного не будет здесь у вас профиль продавца в общем все эти кнопки можно нажимать можно нажимать ну дальше не идти посмотреть где что находится потому что вы можете там сделать то чего не надо конкретно по шиппингу вот shipping setting по эта настройка доставки вот кликаем сюда у кого индивидуальный аккаунт у тех вот этот вот эта страничка она выглядит чуть по-другому вот эта верхняя часть есть через кнопку edit очень многих и вопрос такой был не один как настроить страну откуда поставляется товар вот здесь кликаем на вот эту кнопочку edit из выпадающего списка выбираем страну united state там следующее окошко будет united state ну давайте я сейчас проделаю вот такой вот выпадающие окошко здесь выбираете соединенные штаты сюда вставляете код американских любой zip код и все и апдейт нажимаете у вас сохранится новый адрес доставки следующие вот здесь нижняя часть она тут ну типа вот такой вот колоночки и там просто проставьте у кого индивидуальный аккаунт просто проставьте птичку на самом верху она принципе у вас так мы должна стоять от 4 до 14 дней и оставьте оставьте в таком виде кто же хочет изменить свои уже настройки в профессиональном аккаунте чего я тоже кстати не советую потому что у у вас не получится там сделать двухдневную доставку ну dropshipper у вас не получится вот здесь у меня видите выбрана от сейчас покажу вот через опять же эту кнопку видит вот стандартная от 4 до 14 бизнес дней и все и больше ничего не трогайте не надо ходить и менять всякие настройки у меня сейчас сделано от четырех до семи бизнес дней free economy shipping без оплаты все ничего больше тут менять не надо дальше 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 это по стране и ну бесплатная доставка опять таки профессионал и там уже окошечки выставляете по нулям за вес ноль за вес ноль за обработку и все так все просто через кнопку вот эту вот эту допустим какая часть шиппинг модель у вас здесь будет исправить или change нажмете исправить выберите ту модель которая вам нравится и в конце конечно апдейт вот эту жилтое нажимайте чтоб сохранялась теперь я сделал логотип и не могу куда поставить его логотип самая нижняя кнопка самая нижняя кнопка а как опять-таки информация об аккаунте и ваша политика то есть связанная с возвратами как вы возвращаете это все ничего не трогаем опять-таки но здесь основные вопросы которые задаются здесь вспомогательные службы которые вопросы задать и все такое здесь подарочный сервис здесь налоговый но это не надо это это все не надо вот три кнопочки которые могут понадобиться опять же вот с этой кнопки shipping попадаете на настройки доставки о которых я рассказывал а вот здесь вот средняя селлер лого вот сюда вот кликаете между вот и сюда выбрали файл загрузили он загрузился сюда и нажимаете сохранить здесь лого дальше дальше посмотрим что еще а у меня в товаре 7 цветов и покупатель кроме адреса не написал какого цвета нужен товар значит ребята и девчата к 7 товаром к 7 цветам к 7 размерам подключиться можно по очереди то есть когда ну я на 99 процентов уверен вот когда парень этот вопрос задал он подключался он подключился я не уточнял что за товар скорее всего обувь раз размеры цвет то он подключился допустим к одному к одной паре обуви или к одной маечки да там футболки и надо было обратить внимание как нам именно под какой цвет он подключился вот теперь чтобы 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 понять да вот что у него произошло вот в кабинете вот на свой товар когда вот допустим вот это у него есть у всех с ку во первых по которому можно найти товар узнать что за товар но когда вы что-то у меня кнопка не активно но когда вы кликаете вот поэтому по ссылке под кем вы зарегистрировали подсоединились здесь вот в этих окошечках в этих окошечках сразу там допустим разноцветные да вот эти у вас выскочит именно тот цвет под каким вы подключились этот размер под каким вы подключились вот посмотрите что там за размеры что там за цвет именно это у вас заказал ваш заказчик потому что вы подключены под именно под этот конкретный товар эти ну как его товары у которых есть много цветов и много размеров к ним подключиться не так уж и просто так что нечаянно ко всем ним вы не могли подключиться это надо суметь сделать дальше информация по волмарту я там зарегистрировался но пока что ничего не покупал и эти нули печальные в конце и об их а я них тоже скажу так следующий вопрос уже два аккаунта зарегистрировал это человек зарегистрировался уже второй раз разные аккаунты с разных айпи не знаю что по всякому он перепробовал вестерн бинт вот этот который самого начала я говорю что с этими почтовыми сервисами поаккуратнее во первых сами сервисы не дают дроп шипить во вторых у них употреблю это слово все эти пайпаловские адреса паленые то есть тот же ebay банан за и там кто еще другие площадки они знают что этот пайпал адрес это одной компании так что по этому поводу могут забанить на раз два три если уже не сами вот эти вот перевозчики вот которые посылочки там собирают и пересылают они сами тоже не любят вот этот дропшиппинг как только просчитают закроют вас точно также и вон те торговые площадки так что скорее всего именно с этим связан связана проблема другого я не вижу так может самому листинг сделать ребята и девчата есть такое понятие как трафик без трафика на ваш подождите сейчас посмотрю так этот кабинет нам больше не нужен без трафика на ваш товар никто не придет понимаете вот когда человек забивает вот в поисковой строке то что ему нужно допустим игрушка лего и у вас ну вот здесь дано он набирает игрушка лего там робот такой-то который у вас есть но этих робот таких то есть тут тысячи и на ваш именно лист вы бы там вот в общем потоки допустим так у меня на английском допустим той да во всех департаментах там или где-нибудь да когда поиск идет по этим ключевым словам вы будете там восемьсот восемьдесят пятым в лучшем случае вот 20 страниц и вы где-то на 20 странице если их не больше только там ваш товар выдачи появится и до него никто не будет добираться но никто не будет 20 страниц листать чтобы добраться до товара на который вообще нету трафика у которого нет рейтинга по отзывам и у продавца у которого нет рейтинга есть рейтинг товара и есть рейтинг продавца у вас нет ни того ни другого на своем собственном листинге и туда естественно никто не придет и не купит этот товар это лишние лишние мучения это бессмысленно кстати то же самое и вот а приват лейбле который мало того создать на него надо трафик нагнать надо нагнать посещение можно ли торговать с амазон на амазон можно но не нужно скажем так это в редчайших в исключительных случаях вот ну пропал у вас тот товар который выставляли там с волмарт или еще откуда-то но нету его тогда уже вынуждена можно с амазона на amazon у меня есть один ролик это я просто для того чтобы показать его снял что можно сделать и так в крайнем случае но это в очень крайнем случае теперь теперь толковые каналы так давайте вот этот 10 сначала получил первые деньги на пионер это парень из белоруссии пишет который меня обна обогнал и перегнал очень хороший у него результаты я честно говоря рад за него наверное больше чем он сам во первых что он из белоруссии у него все получается страна в не лучшем положении из всех нас скажем так первая выплата ему пришла вот вопрос касается вот это 2595 это сразу пионер забирает свои деньги за обслуживание карты за год это вот плата за год для обслуживания карты пионер скажем так еще один вопрос в одном из роликов говорит что надо минимум 1000 долларов ведь чтобы дропшипить не нужно вложение совершенно правильно вложение не нужно скорее всего там не совсем понятно было деньги деньги нужны в расчете 30 процентов от выложенных на дропшиппинге товара вот допустим я там говорил если вы выставили товаров на дропшиппинге товаров на 1000 долларов то у вас как минимум 300 долларов должно быть в кармане даже не на карте хотя бы в кармане чтобы вы в любой момент даже если не в кармане то у соседа могли занять денег купить и отправить товар на самом интересном месте да мы говорили вот об этой сумме то есть 30 процентов денег 30 процентов от суммы товаров выложенных на дропшиппинге надо иметь свободными если не у себя то хотя бы иметь хорошего соседа у которого в любой момент можно нужно занять денег и быстренько выполнить ордер то есть перекупить товар с другой площадке и отправить своему заказчику пока ваши деньги со счета на амазоне сядут на ваш счет в банке и станут доступны через карту на пионере вот поэтому нужны вот эти вот свободные средства в размере около 30 25 процентов от общей суммы то есть у вас может произойти покупка у вас должны быть деньги чтобы сделать этот заказ потому что хоть деньги вам сразу оплачивает покупатель но они пока что остаются на счету амазон амазона даже не на вашем счету в амазоне а на счету амазона пока вы не выполните заказ только после этого амазон отпускает деньги на ваш баланс так и вот еще а это аналогичные такие похожие друг на друга вопросы там по инфине был вопрос типа такой если последние новости от хитеши и т.д. если их видео и вебинары ссылки скиньте пожалуйста и свои видео тоже и второй вот приблизительно такой же вопрос где он толковые каналы посоветуете поначалу работы это на ebay вопрос относился к этому значит ну как сказать если получается так что у одного второго товарища у третьего есть аналогичные еще эти вопросы если у вас нет времени и желания поискать самому информацию на каналах и в других сайтах в интернете то это работа вообщение не для вас вообще не для вас во первых потому что в процессе этой работы столько придется искать столько искать что вы даже ну вот это вот детские сказки найти каналы на которых рассказывается про то как на ebay торговать если вы не хотите сами найти то и остальное у вас не получится просто напросто не получится и потом еще вот так как бы такое да скажу что если у вас нету времени вам своего времени и там усилий жалко то у меня тем более нету времени поймите меня правильно поэтому вот и skype чат создал вон одна девушка с сибири она меня просто замучила а сейчас сама через вот в чате помогает другим когда у меня нет времени у меня есть основная работа у меня есть семья у меня есть дети я не могу весь день сидеть и внуки у меня есть и сидеть и заниматься ответами на вопросы поймите меня правильно так что цените и свое и мое время вот так вот на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс вот так вот так вот так вот